Европейцам есть от чего беспокоиться. Дональд Трамп разворошил политический муравейник. Большинство средств массовой информации по-прежнему против него. Американские суды отменяют его указ, запрещающий въезд в США граждан некоторых мусульманских стран. Госдепартамент чуть ли не бастует. Сотни сотрудников выродили несогласие с новой политикой. Вообще-то это называется политический кризис. Его глубинная причина не Трамп, а огромное количество накопившихся проблем. Их придется решать. Одна из проблем – нелегальная иммиграция. По оценкам в США, 40 миллионов нелегальных иммигрантов. Большинство из них проникает в США через границу с Мексикой. Условную границу. Там ходит кто хочет. Это и граждане Мексики, и других стран Латинской Америки. Трамп издал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Государство без границ – это не государство. Начиная с сегодняшнего дня, Соединенные Штаты Америки возвращают себе контроль над границами. Возвращают себе свои границы. Трамп не первый, кто строит стены для защиты государства. Великая китайская стена построена еще в третьем веке до Рождества Христова. Длина стены 9 тысяч километров. Построена для защиты Китайской империи от набегов кочевников с севера. Сооружение грандиозное. Космонавты говорят, что стену даже можно разглядеть с орбиты. Правда, историки считают, что в военном отношении эта стена была неэффективной. От кочевников не защищала. Совсем недавний пример – Израиль. Построено две стены на западном берегу реки Ордан 725 километров и на Синайском полуострове 240 километров. Службы безопасности не справлялись с потоком боевиков, проникающих в Израиль и решили построить пограничные стены. Теперь количество терактов на приграничных территориях уменьшилось во много раз. В отличие от Великой Китайской стены, Израильская стена работает. Если маленький Израиль построил тысячу километров непроходимых пограничных стен, то почему бы Большой Америке не построить стену в 3000 километров? Технически это быстро решаемая задача. Анатолий Лазарев о политическом кризисе в США. Когда заканчиваются аргументы, противники Трампа пытаются достучаться до оппонентов, как умеют. Вторая неделя президентства Трампа, вторая неделя протестов. Тысячи вышли на улицы от восточного побережья до западного. Литингуют в аэропортах у Белого дома. Их возмутил указ, который запрещает на три месяца въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. То есть стран с преимущественно мусульманским населением. На четыре месяца останавливают прием любых беженцев, а вот беженцев из Сирии на неопределенный срок. Мне нравится Трамп. Он выполняет свои обещания. Всех должны пускать. Все равны, все люди. Ты дверь на ночь закрываешь? Конечно. А почему бы не оставить двери открытыми на распашку? Пусть заходят все подряд, кто захочет. Так почему мы разрешаем этим беженцам приезжать сюда? Здесь планировали научный прорыв. А теперь думают, как прорвать границу. В госпитале Бостона вот-вот стартует важный проект по изучению аутоиммунных заболеваний. А одну из его ключевых участниц, Самиру Асгари, видит в лаборатории только по интернету. Она не может въехать в США. Она родилась в Иране. Я летела в Бостон через Франкфурт. На посадке мне сказали, что моя виза больше не действительна, так как я иранка. Через пару дней я снова попробовала вылететь уже через аэропорт Женевы. Снова не пустили. Я в ужасе. Ради этой поездки я уволилась с работы, съехала с квартиры. Мне теперь даже жить негде. По друзьям скитаюсь. По данным Госдепа, в результате указа было аннулировано примерно 60 тысяч виз. В возникшей поначалу неразберихи, пограничники задерживали даже граждан США со вторым паспортом, а также обладателей американского вида нажительства. Запрет в его нынешнем виде не предотвратил бы ни один теракт в США за последние годы. Недалеко от того места, где мы сейчас находимся, взорвали бостонский марафон. Тех террористов этот указ не остановил бы. А вот моя лаборатория, в которой половина научных сотрудников не американцы, может не досчитаться ценных специалистов. Если уж мы отказываемся от части наших свобод, то нужно, чтобы вводимый запрет был эффективным, а не просто популистской акцией. Но, например, в Европе, тоже чуткой к балансу между гражданскими свободами и вопросами безопасности, после кризиса с беженцами к инициативе Трампа относятся с пониманием. Власти четырех штатов, Вашингтона, Вирджиния, Нью-Йорк и Массачусетса подали судебные иски. Федеральный судья в Сиэтле принял решение указ Трампа отменить. Решение судья Роберта, вступающая в силу немедленно, ставит точку в неконституционном и незаконном распоряжении президента Трампа. Это первое серьезное поражение президента и первый серьезный успех его противников. Политический кризис в США выходит на новый уровень. Указ действовал лишь неделю. Авиакомпании вновь принимают на борт пассажиров из семи запрещенных стран. Президент в Твиттере написал, что мнение так называемого судьи нелепо и будет опротестовано. Министерство юстиции, руководителя которого Трамп недавно уволил как раз за несогласие с указом, уже попробовал оспорить судебное постановление. Но апелляционный суд 9 округа США запрос Минюста отклонил. И, как отмечают специалисты, в данном случае дело не в том, что судебная власть пытается помешать Трампу. Просто с юридической точки зрения указ плохо продуман и небрежно написан. А потому перспектив отменить решение суда нет, подчеркивает юрист Дэвид Беновиц. Указ говорит о том, что в странах, попавших под запрет, США должны отдавать предпочтение религиозным меньшинствам, то есть иммигрантам, исповедующим христианство. Это прямое нарушение 5-й и 14-й поправок американской конституции, которые гарантируют всем людям одинаковые права и возможности. А также это идет вразрез с иммиграционным кодексом США. Трамп торопится выполнить свои предвыборные обещания. Идет четко по списку, что ни день, то какое-нибудь решение. И с сопротивлением его команде приходится сталкиваться на каждом шагу. Ни одно назначение в новую администрацию не проходит в Конгрессе беспроблемно. Чтобы заблокировать утверждения новых министров, финансов и здравоохранения, демократы, например, даже байкотировали заседание. Трамп, собиравшийся осушить болото Вашингтона, дал понять, что и от этих слов отказываться не намерен. Если мы опять окажемся в положении ни туда, ни сюда, как в Вашингтоне обстоят дела вот уже больше восьми лет, будем честными по отношению к президенту Обаме больше восьми. Но если снова все будет так же, то я бы сказал лидеру сенатского большинства МакКоннеллу, Мич, применяй ядерные методы. Ядерные методы, так в американской политике называют изменение правил Сената, чтобы решение принималось простым большинством голосов. При таком раскладе партия меньшинства, а сейчас это в обеих палатах демократы, может вообще не появляться на заседаниях. Ее мнение не будет играть никакой роли. Для утверждения на посту госсекретаря Рекса Тилерсона, такие экстренные меры не потребовались. Хотя еще никогда кандидатура главы госдепа не вызывала столь ожесточенных споров. 56 за, 43 против. Раньше считалось, что хуже всех прошла эту процедуру кандализа Райса. Впрочем, в сухом остатке главное то, что Трамп смог поставить на один из важнейших постов в государстве того, кого хотел. Одна из важнейших задач, стоящих перед сотрудниками американского госдепартамента, научиться подстраиваться к новым изменяющимся условиям по всему миру. Я призываю вас использовать весь ваш опыт и профессионализм, чтобы адаптироваться к этому изменяющемуся миру. О том, что ему нужна новая внешняя политика, Трамп говорил неоднократно. Прагматичная, которая будет отстаивать американские интересы, но не будет учить весь мир, как надо жить. Пришло время бросить свежий взгляд на внешнюю политику и начать искать новые решения, суть которых в древних истинах. Эти истины заключаются и в том, что каждая нация имеет право защищать свои интересы, и что для всех нас лучше, когда мы действуем в согласии, а не конфликтуем. Впрочем, возможно, Трампу еще придется прибегнуть в Сенате к ядерным методам. Например, скоро утверждение на должность министра энергетики бывшего губернатора Техаса Рика Перри. Удивительно, что президент, болезненно реагирующий на критику, выбрал именно его. Перри тоже баллотировался на пост главы государства, называл избирательную кампанию Трампа раком консерватизма, а его самого тявкающим шутом. Но главное, компетентность кандидата в вопросах энергетики не очевидна. Министерство, которое он теперь может возглавить, пять лет назад Перри призывал ликвидировать за ненадобностью. Он-то думал, что оно занимается нефтью. И только став кандидатом в министр, узнал, что одна из главных задач ведомства, помимо электроэнергетики, это производство ядерного оружия. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Светлана Козлова, Арсений Байболов. Первый канал США.